Всем привет, ребята! Меня зовут Соня, и сегодня я решила записать видео с ответом на часто задаваемый вопрос личные сообщения мне и моему мужу о том, как мы здесь живем в Америке во время карантина. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, сейчас я вам всё расскажу. Поехали! Ну, с чего я начну? С того, что карантин в Америке начался 13 марта, наверное, все об этом уже знаете. Как только Трамп сообщил о закрытии гранит, те американцы резко побежали в магазин и начали скупать продукты. То есть доходило до того, что ты приходишь к магазину, а там нет ни одной тележки, чтобы зайти и купить продукты. Слава богу, сейчас всё потихоньку восстанавливается, но, тем не менее, есть проблемы с поставками мяса. Коска — это, например, такой же магазин, как Метро в России. И вот мы вчера приехали, и там абсолютно не было рыбы, были проблемы с мясом. Я так понимаю, что это связано именно с то, что Коска потеряли именно поставщиков. Вот. Но вообще, в целом, продукты есть, то есть я не могу пожаловаться, что мы прямо голодным сидим. Сейчас я вставлю небольшое видео из магазина. Сыры, пожалуйста, полные прилавки. Вот. Но так, в целом, в последнее время не можем найти ещё муку и дрожжи. Вот. Не знаю, сейчас посмотрим, может быть, тут будут. А так, в целом, у нас всё нормально. Вот. Но люди все ходят в масках и в перчатках. И в очереди стоят на безопасном расстоянии, типа там полтора метра, полтора-два метра. Шесть фитов. Вот так я выгляжу в маске и в перчатках. Отлично, не надо краситься. Вообще можно ничего не делать. Маску надел и пошёл. Это очередь в трейдер Джо. Все стоят, очередь ждут на улице. Видимо, запускают определённое количество человек. Блин, встал машины, и ничего не видно, да? Да. Да, это говорю. В общем, там люди стоят на расстоянии где-то шесть фитов, то есть два метра друг от друга. И их запускают по очереди в магазин. Не больше там какого-то определённого количества человек за раз, что было в магазине. И все держат эту дистанцию и эти правила соблюдают. Если мы будем говорить о том, как Америка потихоньку начинает выходить из карантина, то я знаю, что, например, в штате Флорида уже с этой недели открылись дентал офисы, а со следующей открываются парикмахерские, маникюрные салоны и так далее. В нашем же штате Вирджиния со следующей недели открываются дентал офисы, но о открытии салонов пока речь не идёт. Если вы сейчас посмотрите на улицы, то на самом деле на улице людей полно. Люди бегают, люди катаются на велосипедах, люди просто там что-то занимаются спортом, гуляют с детьми. То есть нет такого, что все американцы сидят дома и никуда не ходят. Но тем не менее, когда, например, мы с ребёнком идём по тротуару, то встречные люди стараются обходить нас, а даже иногда они обходят нас по проезжей части, если узкий тротуар, то есть действительно дистанцию стараются соблюдать. В магазине все люди ходят в перчатках и в масках. То есть это уже как-то как в привычку вошло, я даже не представляю, чтобы я сейчас пошла уже в магазин без перчаток. Кафе, все рестораны, многие работают на вынос, на заказ. Конечно, пока сидеть в кафе нельзя. Хотя знаю, что в штате Флорида уже и кафе открылись, и можно посещать рестораны, но только с оговоркой 25% от возможного количества посетителей можно принимать одновременно. То есть люди всё равно должны держать дистанцию между столиками и так далее. Школы также закрылись 13 марта. Последний раз ребёнок ходил у меня в школу, и известно, что до сентября школа не откроется, но очень-очень я молюсь, чтобы они в сентябре всё-таки открылись, потому что домашнее обучение — это тяжело для всех родителей, и любая мама сейчас меня поймёт. Лагеря также отменены на лето, и мы немножко проехались по Вашингтону, поснимали видео о количестве людей, о том, как люди держат дистанцию, поэтому сейчас я вставлю. Всем привет! Сегодня суббота, и мы решили выехать всей семьёй в Вашингтон. Тут по делам немножко. И заодно решили снять и посмотреть количество людей в Вашингтоне. Я знаю, что здесь достаточно много кейсов, но на самом деле вот сейчас я вам покажу, что мы видим, что людей правда много на улицах. Никто дома не сидит, все бегают, ходят в магазин. Да, сейчас немножко сниму. Это мы едем по Джорджтауну, это очень классный район в Вашингтоне, мой любимый. Он похож на Европу. Ну, как по мне, он похож немножко на Европу. Не такая типичная Америка. Вот, и сейчас мы едем, кажется, к Джорджтаун университи. Это очень крутой университет в Вашингтоне. Там большой городок. Вот он. Красивый, огромный на самом деле, он огромный. Это правда. Вот это всё, он там с башенками. И это всё как раз он и есть, этот крутой университет. Нет, наверное, по тому. Да, конечно, студентов нет. Что там? А, людей количество, вот, пожалуйста, дофига. Там люди гуляют. Похож на Хогвартс, мне кажется. А наши площадки до сих пор закрыты, пустуют. А мы с Тимой так любили гулять на этой площадочке. Ну, там дети вообще загуляют. Да, не за, видишь, за ограждением, за площадкой. А площадка пустует. Так жалко. Мне нравится вот эта качелька, где ложишься и качаешься. Видите, мы все разошлись по разным сторонам. Я по траве, а не по дороге. Этот парень вообще просто на проезжую часть вышел. Ну и под конец я бы хотела добавить всем людям, которые потеряли работу и платят пособия по безработице. Я от многих слышала, что это 600 долларов в неделю. Возможно, кому-то больше. Я точно не знаю. У меня нет этого пособия. И также выплатили материальную помощь. 1200 долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка. Хочу сказать, что мы не являемся гражданами США. Мы не платили налоги в 2018 году. Тем не менее, мы заполнили специальную форму, где указались твои данные. И нам также заплатили эту материальную помощь. Ну, на этом, наверное, я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, что я ответила на какие-то основные моменты, которые были интересны. Спасибо большое за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok